Пожилая Челябинка две ночи спит у дверей собственной квартиры. Женщина не может попасть домой после того, как уехал ее сын. Об этом в нашу редакцию сообщили обеспокоенные жители одного из домов в Ленинском районе. Попасть в квартиру женщине помогли соседи и сотрудники МЧС. Василий Цвентов продолжит. Сегодня вот как ваш день прошел? С чего? Никто ко мне не приходил, никакой ему. О том, что час назад сотрудники МЧС на глазах Галины Перезоловой вскрывали дверь в ее же квартиру, пенсионерка уже не помнит. Только отверстие в двери осталось. Забыла Галина Васильевна и о том, что два дня простояла на этой лестничной площадке и не могла попасть домой. У пожилой женщины расстройство памяти. Расскажите, почему так получилось, что вы стояли здесь, ждали? У вас ключей не было или как? Да ничего я не ждала. Что я ждала? Память забыла. Ничего не ждала. Пенсионерка в Челябинске почти двое суток провела в подъезде. Ночевать пришлось. Тревогу забили местные жители. Елена Хамутинникова рассказывает, Галина Васильевна здесь не чужая, это ее соседка. Десять лет живет за стенкой. Ключи пожилая женщина, видимо, потеряла, потому и не может попасть в квартиру. Всем подъездом пенсионерку кормили и в итоге вызвали МЧС, чтобы вскрыли замок. Теперь Галина Васильевна приходит в себя, но позаботиться о ней кажется некому. По словам соседей, у нее есть взрослый внук, которого она не помнит. А живет вместе с сыном. Но где они оба сейчас, неизвестно. На телефонные звонки не отвечают. Его бы найти сейчас, и все было бы известно. Но бабушку мне очень жалко. Быть может, увидев этот сюжет, родные Галины Васильевны найдутся. Добавлю, что в местном ЖЭКе нам подтвердили. Это действительно ее квартира. Пенсионерка в ней прописана. Сейчас она в безопасности у себя дома. Соседи обещают наблюдать за ней и помогать во всем, в чем понадобится. Василий Цвентух, Артем Большаков, ОТВ.